Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А для облегчения этой задачи Люди создали специальное снаряжение Бронекостюмы Акриды отвечали колонистам взаимностью А среди них попадались весьма крупные особи С атаки купола Одним из местных обитателей Большого жука по прозвищу Зеленоглазый И начинается игра Главный герой, снежный пират по имени Вейн В отряде под предводительством своего отца Готовится отразить атаку Но все заканчивается полным поражением Дальнейший отдает абсурдам Главного героя Находит какие-то люди и приводит в свое убежище Но кроме собственного имени Самого боя и момента гибели отца В голове Вейна остались лишь Навыки бойца и пилота бронекостюмов Спасители оказываются группой Стремящейся провести терраформирование И превратить обледенелую планету В цветущий яблоневый сад Но не только добрым словом Можно чего-то добиться в недружелюбном мире И умения Вейна в обращении с оружием Для них оказываются не лишними Впереди бои с акридами И идеологическими противниками И мировыми злодеями по совместительству Корпорацией Невек Но назвать цели этой организации плохими Язык не поворачивается Удивительно, но они тоже хотят изменить Климат планеты на более благоприятный Разве что способы избрали другие Изюминка игры — бронекостюмы Внешний экзоскелет защищает сидящего внутри пилота И позволяет нести более тяжелое вооружение Нежели способен человек Разные модели отличаются функциональностью Самые простые могут передвигаться быстрее человека И дают минимальную защиту Более совершенные образцы Способны скользить вдоль поверхности Прыгать и зависать в воздухе Жемчужина коллекции — робот-паук Способный превращаться в танк и обратно Но не стоит думать, что это панацея И главный герой в нем становится всесильным Противник с ракетницей или тяжелым лазером Быстро докажет, что это не так Да и расход энергии в бронекостюме Намного выше, чем в пешем состоянии А при использовании специальных возможностей Возрастает дополнительно Набор оружия нельзя назвать обширным Но для большинства стволов Есть своя область применения Исключением будет разве что автомат Но это типичная стартовая единичка Которую стоит заменить при первом удобном случае Привычный игрокам дробовик Хорош на ближней дистанции Для толстокожих и неповоротливых противников У нас припасена ракетница А для уничтожения врагов на дальних дистанциях Винтовка с режимом снайперской стрельбы Есть и более экзотические варианты Плазменная винтовка схожа по действию с обычной Но проблемы поиска боеприпасов нет Питается она от той же батарейки Что подогревает наш костюм в суровых условиях вечной зимы Ионная пушка — еще один вид энергетического оружия Но оригинальности в ее конструкции больше, чем у чего-либо еще Прежде чем выплюнуть из ствола сгусток зеленого цвета Ствол еще подумает несколько секунд Это оружие можно заподозрить в наличии разума Любит оно самостоятельно выбирать цель Но уж если попасть во врага в бронекостюме Тот немедленно освободит занимаемое место И дальше отправится воевать пешком Столь же разнообразно тяжелое оружие, устанавливаемое на бронекостюмы Есть и здесь особенные образцы Вроде электромагнитного лазера, парализующего противника И гранатомета, разбрасывающего с десяток смертоносных подарков Можно из тяжелого оружия стрелять с рук Но без штрафов не обходится Вести огонь и перезаряжать огромные пушки на ходу невозможно Среди противников люди на своих двоих Они же в бронекостюмах И разнообразные представители местной фауны — акриды Солдаты опасны прежде всего оружием Но им хватает нескольких попаданий для успокоения Бронированных противников уничтожать сложнее Но тяжелое оружие превратит в металлолом и их В некоторых случаях можно выбить пилота из кабины И в дальнейшие путешествия отправиться с большим комфортом Нежели на своих двоих Мелкие акриды мало отличаются от людей Они даже менее опасны А крупные особи — самые серьезные противники Просто так в лоб их убить не получится У каждого есть лишь несколько уязвимых мест на теле Все остальное закрыто толстым слоем брони К каждому надо найти свой подход Например, у одного из видов — это хвост И достать до него легче всего после атаки твари А у другого — брюхо, почти всегда укрытое туловищем и основанием ног Можно пытаться убить его, стреляя в тушку Но есть возможность поступить хитрее Отстрелить конечности и добить беспомощно лежащего на снегу акрида Но есть одна беда, сводящая на нет все разнообразие противников Воевать совсем не обязательно До сражения с боссом большую часть уровня Можно просто пробежать без особых усилий В конце миссий обязательное развлечение — битва с боссом Но здесь разнообразие больше, чем в борьбе с обычными противниками Для каждого нужно найти свой подход Узнать слабые места и то, как они действуют Но количество необходимых усилий различно Вот, например, акрит, живущий в лаве Размахивает своими клешнями, плюется неприятной гадостью Да еще и врагов поменьше выпускает Как уничтожить — сразу и не догадаться Чтобы подобраться к его уязвимым точкам Нужно отстрелить одну из его конечностей И босс затянет ее для лечения В это время нужно выскакивать из своего бронекостюма И бежать по освободившемуся туннелю, где и стрелять в уязвимые места Лишь после того, как удастся разделаться с обеими клешнями Откроется другое слабое место — язык во время плевков Но встречается и менее интеллектуальное времяпрепровождение при уничтожении главарей Особенно это касается врагов людей в разнообразных бронекостюмах Ничего сложного, нет у них слабых мест Потому и хитрости много не нужно Стреляй, да сам под удар не попадайся Нельзя не упомянуть и о технической стороне игры Это один из лидеров по качеству графики и звука Отличная прорисовка картинок сопровождается богатой анимацией Все на одном качественном уровне Люди, машины, местная живность и, конечно, падающий снег Но для полноты ощущений нужна мощная машина с последней видеокартой и шестиканальным звуком Можно было бы обойтись и меньшим, но оптимизации программного кода внимания уделяли мало Что же мы имеем в итоге? Неплохой боевик с линейным прохождением Нравится истреблять врагов оптом и в розницу? Почувствуете себя как дома Если же ищите внятный сюжет и интересный игровой мир Лучше поискать что-нибудь другое Динамичный и яркий, но линейный боевик В приставочном стиле, откуда он и родом Не стоит ждать от него связанного сюжета Интересной истории мира или головоломок Наслаждайтесь действием Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова